Итак, приветствую всех настоящих ценителей бокса. Время сейчас уже больше двух часов ночи, но специально для вас пишу это видео, чтобы вам было утром удобно посмотреть. Сауль Альварес «добровольно» отказался от боя с Геннадием Головкиным. Ну, что значит «добровольно»? Все равно, что когда человека увольняют с работы, или отчисляют из университета, то ему говорят, что «Серег, ну как бы все понимаешь, ты провалился глубоко по всем статьям». И человек пишет «Прошу меня уволить по собственному желанию». Ну вот и Альварес тоже «добровольно» сам в кавычках «отказался от боя». Какие отсюда можно сделать выводы? Ну, вывод, наверное, такой, что вот единственное, что странно, почему до этого так все повторяли как мантру, что бой состоится, бой состоится, бой состоится. И я, например, тоже стал уже верить, что бой состоится. Хотя было понятно, что я Альваресу не верю, ни в какое-то мясо и так далее. Думаю, конечно, он осознанно принимал Клен Бутерол, потому что, как есть, я вам уже рассказывал, что два есть у меня приятеля, качка-любителя, и они принимают Клен Бутерол, ну, иногда, да, чтобы более такими рельефными быть. То вот эти вот отмазки там, а это было там в мясе, ну, как-то это был бы очень плохой прецедент, потому что тогда любой последующий спортсмен, о чем он хуже Альвареса, да, почему, например, вот тот же, допустим, Поветкин. Я вообще, вот, никаких у меня сомнений, что действительно они там нарушали, но вот, как бы, его дисквалифицировали. А Альварес, то есть, что вот, такие двойные стандарты, то есть, там, не знаю, мне, например, допустим, Альварес там больше нравится. Ну, и что, теперь, раз он там более замечательный, то, как бы, для него какие-то особые правила, что ли? Нет, конечно. Поэтому я абсолютно поддерживаю дисквалификацию Альвареса. Надеюсь, что она будет, ну, хотя бы год, чтобы он там посидел, подумал. И в будущем, ну, в общем, не знаю, так это звучит, может быть, наивно действовал там более честно, потому что есть такая теория, что, как бы, все спортсмены, они там что-то так стараются, как бы, да, обходные пути искать и возможности свои повышать. Но так или иначе, раз провалился, раз тебя поймали, то, как говорится, постой в углу годик. Такие дела. Интересно, что, кстати, вы думаете по этому поводу. Было бы любопытно прочитать ваши комментарии. Только прошу одно. Друг друга не оскорбляйте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...